Ребятки, только посмотрите, как красиво мне упаковали браслет. Какое-то письмо из фильма Гарри Поттер. Ребят, посмотрите, я наконец-то встретилась с подписчицами. Я счастлива, я реально счастлива. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня у меня очень насыщенный день, и именно поэтому я решила снять влоговое видео. Я собираюсь покупать браслет Кортье. Мне нужно передать долгожданный подарок своей подписчице, которая победила в конкурсе на огромную сумку канцелярии. И вообще, я хочу показать вам один день из моей насыщенной жизни. Чем я питаюсь, как я ухаживаю за собой, и в принципе, просто показать вам день, потому что сегодня у меня будет очень крутое настроение. Да и я собираюсь сделать свою самую долгожданную покупку, о которой я мечтаю уже больше трех лет. Я очень давно хотела себе купить браслет Кортье, и сегодня моя мечта сбудется. По крайней мере, я на это надеюсь. Не забывайте поддерживать меня лайками, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. И будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Потому что я провожу премьеры, на которых очень часто сижу, а это анонсы моих новых роликов. Также до одного миллиона в моем инстаграме осталось совсем немножечко, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм по ссылочке ниже в описании. Плюсом еще потому, что на один миллион подписчиков у меня проходит конкурс на 50 тысяч рублей, поэтому все ссылки я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь, я сегодня такая счастливая, потому что, наконец-то, я сделаю свою самую долгожданную покупку. А еще я сейчас хочу ответить на ваши вопросы, которые относятся к тому, как я провожу свой день, что я первым делом делаю, когда просыпаюсь, какие средства я использую и так далее. Это займет две минутки, но вы узнаете много новой информации обо мне, поэтому после вот этой прекрасной заставки я вам все расскажу. Поехали! Так-так-так-так-так, первый вопрос, на который я хочу ответить. Когда ты только встаешь, в какую социальную сеть первым делом заходишь? Естественно, это Инстаграм, потому что в последнее время я уделяю ему времени настолько много, насколько и Ютьюбу. Поэтому я захожу в свой Инстаграм, проверяю там фотографии, листаю ленты, чекаю истории и так далее, переписываюсь с вами. Второй вопрос. Сколько раз в день ты ешь и какие размеры порции? Ребят, я ем всегда по-разному. Бывало такое, что я соблюдала какую-то диету и ела по раз в пять в день, но совсем понемножечку. Мне так посвятовал диетолог и сказал, что так будет правильней. Но в последнее время я очень часто забиваю на правильное питание. Поэтому я могу позволить себе иногда бургеры, там, я не знаю, чипсы, сухарики, но не сильно часто, раз хотя бы в недельку. И то это не сильно хорошо. Следующий вопрос. Чем ты умываешь лицо и какие средства ты используешь? Я обожаю вот этот тоник от Dolce Milk. Целый литр. Моего самого любимого тоника купила уже, по-моему, второй. Очень хорошо увлажняет, он мне очень нравится, очень круто. Я специально его подготовила, чтобы о нем вам рассказать. Прикольный, всем советую. Ну и последний вопрос. Выпрямляешь ли ты волосы? Я думаю, что многие мои зрители знают ответ на этот вопрос. Естественно, я не могу прожить ни одного дня без выпрямления. Именно поэтому я начинаю задумываться о кератиновом выпрямлении. Вот так вот. Я думаю, что после этих вопросов многие зрители узнали много новой информации обо мне. Ну а сейчас меня уже ожидает, лежа на кроватке, мой молодой человек. Который там отдыхает, пока я записываю начало своего ролика. Сейчас мы собираемся поехать в магазин Cartier, немножечко погулять у ЦУМа, встретиться с подписчицей и так далее. Так что я желаю вам приятного просмотра, следите за моим днем, он будет очень насыщенным. Так что всех очень люблю. Мы можем начинать. Поехали. Ребята, мы приехали в ЦУМ. У Андрея в руках сумочка, которую мы скоро подарим подписчице. Она должна подъехать как раз-таки к ЦУМу, потому что у нас очень много дел здесь. Да и сама девочка сказала, что ей очень удобно сюда подъехать. И я рада, что так совпало, что она тоже живет в Москве. Вот, сейчас мы собираемся купить Андрею новые кроссовки. Да? Нет. Ну, конечно, я куплю. Но у меня нет никакого желания. Началось, короче. Нет никакого желания. Потом мы, наверное, дойдем до Cartier. Я там куплю себе браслет. Короче, у нас очень много планов. Не представляете, сколько она, он трендит уже последний, наверное, сколько? Месяца два, три точно. Больше. Я давно о нем мечтаю, но говорю тебе о том, что я его хочу, только не особо много. То есть хочешь мне сказать, что ты меня обо всем рассказываешь? Ну как? Я тебе говорила, что я хочу по Cartier, но я просто не могла его себе позволить. Все. Ты офигел? Первым делом мы с Андреем пришли в магазин Louis Vuitton, потому что у меня немножечко повредилась моя сумка. Но не то, чтобы повредилась, сейчас покажу. В общем, ребят, смотрите, застежка здесь должна открываться вот так, но здесь она вылетела из паза, то есть она вышла за пределы и засунула, чего никто не может. Никто так и не смог починить мой ремешок, поэтому мне заказали новый бесплатный и сказали, как только он придет, я должна прийти с чеком. И мне его просто так поменяют, чтобы сейчас его не снимать, потому что так гораздо удобнее. Андрей сейчас стоит и выбирает себе обувь. Он хочет себе взять кроссовки Дольче Габбана. Я думаю, что они ему очень подойдут, потому что он давно ходит со своими белыми маквинами. И тем временем мне написала моя подписчица, что она уже подъезжает, так что мы покупаем кроссовки и отправляемся к ней. Ну, допустим. Но, знаешь, когда после маквинов они очень мне привлечены. Естественно. Пока Андрей думает, брать или не брать, победительница конкурса написала мне, что она уже стоит около ЦУМа, как можете видеть, и я уже очень скоро к ней подойду и передам подарок. В итоге Андрей решил взять именно эти кроссовки, и сейчас мы пойдем на кассу. Ну, а сейчас мы уже спускаемся вниз для встречи с подписчицей. Наконец-то я увижусь победителем этого конкурса. Вот, и рада, что смогу передать подарок. Конечно. Всем приветик, помахали ручкой быстро. Спасибо. Можно я сейчас ребенку твою передам? Держи, это тебе подарок. Как тебя зовут? Ой, спасибо большое, Солужин. Как мило. Спасибо тебе. Спасибо большое. Ребята, посмотрите, я наконец-то встретилась с подписчицами. Вот, это наш победитель. Кто выиграл? Ты выиграла? Поздравляю от всего, от всего сердца. Наконец-то мой мой. Да. Поздравляем вас еще раз. Да, поздравляем. Ну что ж, мои дорогие, сейчас я уже передала подарок своей подписчице. Она была очень рада, еще у нее была сестреночка, очень миленькая. И я ей подарила плюшевую альпаку. Я считаю, что это очень круто, так что участвуйте в моих конкурсах, побеждайте. Я всем желаю в дальнейшем победы. Спасибо, что у вас уже почти 2 миллиона. Давай. Ты знала, кстати, что я немножечко фокусник? Смотри, вот так навозим камеру, видишь, вон там вдалеке кортье. Ага. Смотри. Опа, как тебе такой фокус? Офигеть. Сейчас будет моя самая долгожданная мечта. То есть ты не мечтала, да, хорошим парнем, любящим, добрым? Она из многих-многих мечт. Нас посадили в кабинет. Дали по бокалу шампанского. Сидим, ждем. На самом деле я очень счастлива и в предвкушении того, что сейчас я куплю себе новый браслет. Ребятки, только посмотрите, как красиво мне упаковали браслет. Вот такая коробочка. Очень красивая. Книга, пакетик. Очень все круто. Спасибо большое. Ты кто купил? Я счастлива, я реально счастлива. Моя мечта сбылась, ребята. Пожалуйста, поздравьте меня с новой покупкой, потому что... Кто поздравляет Карину, пишите скорее ниже в комментариях. Я вижу этого человека каждый день, ребят. И я просто видел счастье вот в этих темных глазках, которые, если даже смотрят в камеру, или смотрят не в камеру, непонятно куда они смотрят, потому что они просто настолько черные. Ну а сейчас, мои дорогие, мы поедем домой для того, чтобы я провела для вас распаковку, показала этот браслет. Потом мы поедем с Андреем в ресторан отмечать, собственно говоря... Наши покупочки. Не только твою, Карин, не только твою. Ну что ж, мои дорогие, настало время распаковки. Я уже дома. И я реально максимально рада этой покупке. Поэтому прямо сейчас мы вместе с вами распакуем мой долгожданный браслет под названием Кортье. Из беленького пакета мы достаем еще один пакет, который уже не белого цвета, а именной, то есть Кортье. Также в этот пакет мне положили книгу, где можно посмотреть их какие-то новинки или товары, которые у них продаются. На эту книгу мне привязали очень красивый бантик. Посмотрите вблизи, как он выглядит, мне кажется. Очень даже мило и прикольно смотрится. Обязательно открою потом книгу и посмотрю ее вместе с вами в моем инстаграм. Если вы до сих пор не подписаны, то подписывайтесь. Ник вы сейчас видите вот тут вот сверху. Там я сделаю распаковку вот этой чудесной книги. В этом пакете больше ничего не лежит, кроме чека. И сейчас я покажу вам, что находится, собственно говоря, вот в этом прекрасном пакете. Вот такая вот прекрасная запечатанная коробочка, на которую мне приделали вот такие вот красивые штампики. Очень круто выглядит. И почему-то мне эта коробочка напоминает какое-то письмо из фильма Гарри Поттера. Я не знаю почему, но это очень круто, очень атмосферно. Поэтому очень аккуратненько мы открываем эту коробку. И мы уже практически в двух шагах от самого браслета Cartier. Мы видим вот такую вот прекрасную темно-бордовую коробку. Она очень круто выглядит. И нам осталось всего лишь ее открыть. Открываем эту коробку. И внутри нее мы видим еще одну коробку, которая выполнена в очень красивом стиле. Уже с какой-то золотой гравировкой. Только посмотрите, как круто она выглядит. Эта коробка уже в совершенно другом стиле, с какой-то золотой гравировкой. И сейчас вы впервые меня увидите этот прекрасный браслет. Только посмотрите на эту прелесть. Коробку можно отложить в сторону. Вы только посмотрите, как круто он выглядит. Я даже не верю, что сейчас его показываю вам. Это самая долгожданная покупка, которую я ждала больше сумки, больше каких-либо брендовых товаров. Ну а сейчас, после этой прекрасной распаковки, я надену этот браслет на свою руку и покажу вам, как он выглядит на мне. Делается это вот так. Всего за 5 секунд я надела его себе на руку, и он выглядит просто чудесно. Ну что ж, мы выезжаем в торговый центр Авиапарк. Поехали! Мы пришли в ресторан Forte Bella. Атмосфера нереальная. Я очень соскучилась по торговому центру Авиапарк, так что сейчас нам принесут меню, и мы как нужно поможем. Ну что ж, мои дорогие, нам принесли очень вкусную пиццу. Я уже положила себе один кусочек. Также мне принесли мой самый любимый мисо-суп. Я его просто обожаю, он безумно вкусный. Мы еще взяли водичку с газом, не захотели сегодня брать никакие лимонады, но думаю, что это нормально, так что сейчас нормально поедим, вот, и куда-нибудь еще пойдем, да? В кино я хочу, Карин, ты мне обещаешь два месяца сходить на Человека-паука? Я не хочу кино. Ребят, два месяца. С начала июля, с того момента, как она улетела в Сочи, я прошу ее, Каришечка, зайчка моя, я посмотрел этот фильм в день премьеры. Пожалуйста, давай сходим. Что она мне говорит? Андрей, я не хочу, давай завтра. Сто процентов сходим завтра. Ребятки, смотрите, я заказала себе малинку, очень вкусную, так что сейчас буду кушать. В общем, ребятки, мы покушали, сейчас находимся в Тренд-Айленде. Может быть, я тут типа что-то куплю, а может быть и нет. Сейчас походим, посмотрим, а потом уже поедем домой, чтобы я наконец-таки расслабилась, поспала, и я очень устала за этот день. Он был настолько насыщенный и загруженный, что все-таки я считаю, что сейчас не нужно никуда ехать досоваться, а просто поехать домой отдохнуть. Вот так. Ну что ж, мои дорогие, и хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Мы с вами прощаемся. Сегодня был очень насыщенный день. Моя мечта сбылась. Сбылась мечта Андрея, наконец-то. Я не говорю, что я мечтала кроссовку. Кратковременная. Она исправилась типа, да? Ну вот и все. С вами была Карина и... Андрей Май. Всем пока. Пока-пока. Лайк, колокольчик, подписка. Валимай мне сделал три правила золотого гуся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.